Уникальную операцию провели кардиохирурги Морозовской детской больницы. Удалили у недоношенного ребенка невризму, которая парализовывала третьего лица. Для детей это явление крайне редкое. Как правило, подобные осложнения возникают у взрослых после инфаркта. Как себя чувствует маленький пациент, узнала Татьяна Проскурякова. Для спасения этого малыша единой командой работали врачи сразу трех московских клиник. Давид родился намного раньше срока и весил всего 800 граммов. В первые дни жизни его выхаживали в перинатальном центре 24-й больницы. Затем передали в Филатовскую, где самый большой опыт доращивания малышей с экстремально низкой массой тела. Ребенок хорошо развивался, но очередное обследование показало, нужна срочная операция. Немоверный труд и чудо совершили наши коллеги. Но тем не менее в процессе оказания помощи столкнулись с тем редким, редчайшим осложнением, которое уже потребовало привлечения кардиохирургической помощи. И в дело подключился главный кардиохирург детский города Москвы, Михаил Арамыч Абрамян. Врачам было сложно поверить в то, что они увидели на снимках компьютерного томографа. У младенца, сердце которого размером с перепелиное яйцо, сформировалась огромная аневризма. Это участок мертвой ткани, который возник из-за инфаркта. Она занимает более одной трети от площади всего левого желудочка. И вот именно это и является постинфарктной аневризмой верхушки левого желудочка, которая не сокращается. Она не участвует в кровообращении, и это приводит к очень серьезным последствиям. Сердце малыша едва билось. В реанимации Морозовской больницы его состояние стабилизировали. Для операции выбрали одну из трех сложных техник. Операцию, которую часто проводят взрослым, младенцу в России делали лишь один раз. А сейчас и вовсе впервые делают операцию недоношенному ребенку весом всего в 2 килограмма. Для того, чтобы выполнить основной этап операции, нам необходимо ввести специальный раствор, который защитит сердце на время ишемии. Мы остановим сердечко, осушим его и выполним резекцию аневризма. Хирурги удалили участок фиброзной ткани, который не позволял сердцу нормально сокращаться и создавал риск образования тромбов. А затем провели пластическую операцию, вернув сердцу нормальную анатомию. Состояние ребенка резко улучшилось сразу после пробуждения. Сейчас состояние у него стабильное. Я бы сказал, средней степени тяжести. Он требует сейчас реабилитационных мер. У него восстанавливается функция сердца. Соответственно, вся сердечно-сосудистая система работает адекватно. Соответственно, все органы и системы дополучают все, что они должны получать. Сейчас малыш весит уже 3,5 килограмма. Мама Давида очень переживает. Все 7 месяцев жизни ребенок провел в реанимации. Но врачи успокаивают. Все самое страшное для них уже позади. Татьяна Проскурюкова, Илья Кузьмин, Никита Алексеев. Вести.